да вот эти циферки господи секундочки пошли у нас блогерская беседа с мариной ссылочки на ее канал конечно оставлю внизу мы сняли для вас супер пупер тем очку такую горяченькую я бы сказала и видео выйдет на ее канале дождитесь подпишитесь и на меня и на него иначе все пропустите и сейчас мы обсуждаем такие себе блогерские будни и какие стоит затрагивать темы я буквально несколько дней назад подключилась к партнерке ютуба и столкнулась вообще огромным конфузом youtube мне пишет что мои темы которым подписчикам нравится больше конечно чем там мое творчество и обсуждение а какие-то вот например темы о изменах отношениях и я там еще буду вам рекомендовать в рубрике что посмотреть что почитать одно из таких пикантных шоу на тему лгбт вот мы как раз начали об этом говорить и youtube не сказал мой контент не подходит ни одному раб этому рекламодателю на самом деле по поводу монетизации я тоже это пропустила на просто от чего я обалдела так это от того что четыре из пяти видео на моем канале были заблокированы из-за тематики и знаешь и темы такие которые люди просили и которые мне самой интересны я думаю горы хата горы и сарай типа какая-то монетизация естественно я выберу тематику чем там каких-то эти центы там тебе падают какие-то какие-то ставлю что видео не для детей ставлю 18 плюс и они мне так и пишут вот в этой сносочки что видео не подходит под требования рекламодателя то есть их именно тема напрягает именно их хэштеги ролики остаются просто да у меня тоже спрашивают очень много про буллинг психологическое насилие то есть вот такие вещи они естественно на ю тубе не популярны но что самое интересное несмотря на то что у меня блог изначально я не хотела вообще никому рассказывать что типа там какая-то социалка в мои планы не входили я хотела именно канал диайвайку про такие всякие творческие штучки речь об этом не идет все говорят что вот девочка с инвалидностью она журналист думаю ребята из какого вы видео выцепили что я журналист я как бы увлечена этой темы естественно у меня образование играет свою роль но я не работаю в этой сфере а смотрела какой-то ролик типа сделали нарезку и там про меня идет сюжет играет вот девочка типа на острые социальные темы снимает видосы и думаю мама дорога вот это же какая на мне ответственность то есть с этим я столкнулась но я в любом случае оставлю темы и где-то потеряю в аудитории потому что самый кстати вот мне интересно твое мнение узнать какой у тебя был посыл когда ты начала блог снимать сама идея как ты к этому пришла и вот очень важный момент мне писали ребята после первого или до после первого моего видео про рому до который там попал парень передрягу с диагнозом дцп мне писали одну мысль постоянно от которой у меня просто волосы шевелиться начали моя пожалуйста скажи им что мы не умственно отсталый и меня это настолько разозлило и в то же время тронуло и в то же время как-то меня всколыхнула потому что мне раньше не вот не знаю еще пять лет назад мне не приходило в голову что вокруг меня столько людей таких ну посторонних знаешь в дальних кругах которым вообще приходит в голову подумать что у меня типа с головой что-то не то я думаю ну типа ко мне все как бы неплохо относятся но потом даже я покопалась в дальнем своем окружении и наткнулась на один-два человека не больше да которые действительно думали что я немного того и я думаю боже какой кошмар но зато когда теперь говорят что я снимаю такие серьезные видосы знаешь ни у кого не осталось сомнения что дцп не исключает интеллект как у тебя это было как ты к этому пришла я открыла свой канал когда мой муж уехал в командировку на три месяца прям вот на три месяца а мы только на себе две вместе и я оставила себя в незнакомом городе хотя мне надо было просто уехать к маме но хочу сказать что когда начинаешь жить отдельно очень отвлекается от дома родительства потому что ты себя чувствуешь хозяйкой в квартире то есть не надо тебе там подстраиваться под маме под ее какое-то как это называется кружку сюда поставь это помочь так это вот так в общем свой указ в сезоне на третий был со своему праву не ходят и я привыкала и поэтому я выбрала жить остаться дома у меня была камера я снимала сначала два ролика про фильмы они начали раунжироваться и спасибо лишь в вопросе то с рыцью ну понятно на курина или еще что-то то есть другие хорошие комментарии были такие и я снимала третий ролик приветствия прям вот приветствия кто я такая трейлер да 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 кто со мной в общем я сталкиваюсь и этот ролик за один день набрал около 800 просмотров просто я его нигде не постела а просто по ютубу я поняла что он не нравится сколько поддержки было в первую очередь у меня была мысль я спряталась чтобы посмотреть как я как отреагировал на госсепетку не говорили вообще практически не было таких комментарий мне это затянуло и я поняла что не зря я с самого детского возраста как будто там черпится но не просто черпится а именно запусывая какие-то мысли свои ну да я продолжила просто продолжила и естественно когда я начала поднимать более глубокие темы по инвалидности естественно как каждый второй писал как до сапаски это за овощи как до сапаски это за порой как до сапаски заговорить не умы да у них вот речь и интеллект это прям да 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 ты говоришь вот так вот все там написали хочешь комплимент мне нравится как ты говоришь а ну такой акцентик прикольный я когда на твои видосы наткнулась я не поняла что это типа к ДЦП относится ну я не ну и короче далекая от этого я думаю такой у нее акцентик уматывая а потом я поняла что типа а это надо Майя ты тупишь я думаю ей ну она знаешь ты гармонично в этом то есть ты не ныкаешься там где-то это твое вот ты вот такая какая есть и мне кажется такая фишечка такая знаешь как у Милы Йовович помнишь да мульти паспорт так и у тебя свои какие-то ноточки мне кажется очень прикольно все уже привыкли и я лично кайфую мне нравится спасибо вот и я как бы ну начала постоянно получать эти комментарии то есть может быть то росли может быть ты притягиваешься ну не может быть все так как ходить ходить а я ходу говорить а еще такая такая типа умная мудра во 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 типа у тебя еще мозги есть да мозговатая вот это слово я запомнила мозговатая с мозгами а башковитое башковитое еще есть вот я говорю мозговитая с мозгами детка вот так я поняла что об этом нужно говорить да это большая это прям таки но я начинаю об этом говорить но потом я смотрела ролик плюсы я не знаю просто мне в голову такой вот дебильный плюсы и минусы я тэг брала у тебя меня просили они смотрели твоё видео и потом просили меня да и потом просили меня и вот плюсы получается в этот ролик взяли взяли как это называется модераторы форчана я думаю что многие напомнили с такими языками называется форчан я не знаю я не знаю как он переводится но там сидят одни как-то не важно аморалисты аморалисты в общем аморалы 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 короче в общем самые плохие люди которые вот берут всех людей которые чем-то отвечают в этом клеймят да да и глумят кто как может мой ролик туда запустили и он за день набрал 8 на 30 просмотров а я не могла понять я захожу и захожу в комментарии кто в форчанах кто в форчанах кто в форчанах кто в форчанах я начинаю искать кто это и напекаю на захожу в эту группу захожу смотрю все-все-все посты до моего ролика там такие комментарии и выложили мой ни одного плохого не одного то есть вот эти вот люди которые прям максимально максимально плохие писали все-таки можно под моим роликом даже все кто написали плохо там парочку и сразу засеклись сразу засеклись меня это так не знаю вода сумела но потом я подумала почему такая отношение как здоровая красивая не красивая разделение и получается с инвалидностью здоровые люди так же разделят вот если ты инвалид с какой-то приятной внешностью более-менее разговаривать все тебя свалит если ты ну так скажем непрезентабельный у тебя более тяжелая форма то естественно тебя трогают и там как раз таки 50 на 30 плохие хорошие плохие хорошие вот в моем случае за пять лет что я веду канал не было хейтеров вот у меня хейтеров никогда не было поэтому я пыталась все равно поднимать и как я говорю в тиктоке пропагандировать позитив это правильно я тебе скажу касательно внешности вот этих вот каких-то данных я очень четко столкнулась с этим именно на ютубе первые ролики я снимала честно я стеснялась но я вот как и ты я не понимала как люди будут реагировать и вообще не понимала есть ли в этом смысл ну типа я это все не планировала ребята мне говорят давай и я думаю господи куда ты лезешь вообще зачем и так далее и тому подобное касательно внешности и я с этим очень сильно столкнулась меня висела одна штука мне все пишут мать ты очень красивая мать ты очень красивая мать ты очень красивая думаю блин я тут пошу над такими темами и думаю люди я вот именно прям стараюсь сильно а потом смотрю мне пишут мать очень умная думаю все и умная и красивая но мне не хотелось не хотелось чтобы вот так было но я прекрасно понимаю мне очень часто об этом пишут и причем ребята с инвалидностью в первую очередь что типа тебе повезло ты красивая я никогда не была красивая сейчас мне там я не знаю наверное с 25 это началось я стала подбирать ну и когда какая-то материальная возможность знаешь уже получше я стала подбирать что мне нравится что мне больше идет то есть я не могу сказать что это связано с инвалидностью это больше связано с каким-то ростом моей женственности знаешь ты раскрываешься уже ты взрослая девушка да ты женщина и ты смотришь как тебе самой приятней я думаю ребята я мало того что я всегда думала что я некрасивая поэтому я старалась стать умной потом после 25 я поняла Май слушай у тебя в принципе так ничего ничего так можно совместить одно с другим ну типа так а вот у меня наоборот страны вот умная влиятельность и я с детства себя любила вот я красавица я супер все вот такого у меня вот это круто вот это твои родители и пуздать наверное это еще и вопрос у меня папа рано у меня мне было пять а брату было два мой папа здесь но папа мне сидел очень такую красную лист которую мама гасила не одевай ей коротки и юбку у нее носки с пицкой я естественно завтра папа меня одевал в юбке в сортики в футболочке максимально красиво красота я не знаю естественно он меня потом брал куда-то там или в бар или куда-то там меня встречаться со своими друзьями то есть он меня никогда не чесняется и я вот это вот очень четко запомнила прям вот очень четко запомнила несмотря на то что мне было пять но я это запомнила мы с тобой незаметно хотя при этом хотя при этом в плане вот я не скажу что мой папа прям небострогим да он конечно же так обращает внимание на мою инвалидность например я не знаю как это ну я думаю в общем в общем у папы была одна привычка обзывать меня косороты как косороты вот так косороты ну пока я была маленькая естественно у меня была проблема очень стрессную и я еще не контролировала свою не знаю рост так сказать мимику 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 прям совсем обзывала но при этом как-то обзывательство оно всегда было какое-то излое для меня любви а с другой стороны я видела его любовь вот слушай мы с тобой плавно подкатились к теме которая была у нас на выбор помнишь ты мне говорила про самооценку это мега тема там можно целые тома фильмы снимать и у меня она на канале всплывает постоянно 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 и у меня еще сто пятьсот моментов в этом плане но я что хочу подчеркнуть видишь мы говорили с Ромой в прямом эфире об этом папа тебе вложил вот это зернышко веры в то что ты девочка ты красоточка ты прям персик да несмотря на то что и вот все тебе этого было достаточно ты поверила в то что я классная касательно мам вот это очень скользкий колкий такой момент у большинства ребят которые не пишут причем не важно мальчики или девочки главный критик это мама да причем внешность мимика успешность все что угодно то есть знаешь причем такая ядовитая критика не какая-то там вот это моя там пусечка да пухляшек мой нет не такая а вот именно там ноги спички там мускул дистрофик доходя да понимаешь это все было только смотри мамы а смотри и пусть она там да действительно мой любовный секс это но нет это же это же как это сказать это не комплимент блин вот да ну скажи тебе тебе было больно то есть ты вот сейчас взрослый человек я она меня и до сих пор так называют естественно теперь у нее там немножко это по-доброму но в детстве она реально это с настоящим мыслями ой тебе бы поправиться господи что ты такая дохлая вот это вот а с папой я такого декорта не слышала несмотря на то что у меня было 5 лет потому что до пяти я не помню как я там была какая но вот вот это вот 5 лет я помню поэтому поэтому я очень благодарна что я успела как бы поставить так вот что он все это предложил вот это слушай ты самое крутое от него взяла что только можно было взять за вот этот вот коротенький отрезок времени не не но что он не 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 Продолжение следует...